и доброго утра всем безумным адептам шага рата в этот раз мы попробуем запилить взбирабельную лестницу ну как попробуем после долгих размышлений и экспериментов способами подачи материала я пришел к выводу что делать это в порядке сбора по кусочкам всего контента немножечко нецелесообразно поскольку какие-то куски могут не выходить с первого захода становиться ошибочными результат чем материал скомкивается приходится выкидывать куски которые могут содержать крупицы смысла а этих крупиц смысла в моих материалах и так не слишком много поэтому я подготовил сразу же рабочий экземпляр того что нужно показать а уже после этого мы с вами последовательно разберем уже готовый чертеж по кусочкам по одному чтобы было ясно как это зараза работает и в этот раз мы попробуем сделать взбирабельную лестницу да то есть классические лестницы которые присутствовали в любом уважающий себя платформа рис сотворение мира когда придел зевес и узрел величие лестницы понял что по ним надо взбираться и в принципе лестницы это такая в принципе тема довольно обширная традиционно взбирание по лестнице представляла собой отдельный режим поведения персонажа при котором полностью изменял 100 как персонаж управляется и в нашем случае все будет точно так же то есть мы будем менять то как работает персонаж в то время когда он находится на нашей лестнице цепляться за лестницу персонаж будет по определенной кнопочки и первым делом естественно необходимо эту кнопочку назначить заходим в раздел input и в экшен мэппинг добавляем вот эту вот опцию climb в нашем случае можно будет цепляться по шифту или по клавишей е также собственно говоря помимо движения по оси ему в райт которая задана по умолчанию мы дар добавим нашу собственную ось кумов об да на w с и вверх вниз что позволит персонажу карабкаться по лестнице непосредственно вверх и вниз как ни странно сделав это полезное и важное дело мы перейдем собственно говоря к созданию объекта лестницы лестница на самом деле она довольно таки простая значит нас есть объект лидер блок которым есть коробочка коллайдер толщиной в один пиксель и 16 на по габаритам чтобы она была условно на один пиксель больше чем наш базовый персонаж и в этой лестнице у нас есть спрайт самой лестнице на самом деле это можно делать по-разному лестница может быть одним продолговатым большим спрайтом с одной опять-таки большой коробочкой и эта коробка будет охватывать весь спрайт то есть можно делать по-разному в нашем случае лестница будет собираться из вот таких вот прямоугольничка в это не настолько принципиально для данного примера а принц общий подход естественно может отличаться достоинство нашей лестнице в том что у нее очень сложный чертеж то есть мы в ней не делаем вообще ничего единственное в чем надо обязательно удостовериться что мы прописали в разделе теги на не скрыты вот здесь вот на вкладочке и кто общих свойств лестнице так леда опять-таки так мог быть какой год на хоть огурец суть в том что мы должны идти сыровать лестницу как лестницу далее мы переходим собственно говоря к редактированию нашего персонажа и вот здесь начинается вещей веселье почему потому что собственно говоря нам нужно выполнить несколько важных действий именно добавить соответствующие переменные которые будут отвечать за то как ведет себя персонаж оказавшись на лестнице значит мы добавляем переменную из клайминг которая означает что персонаж находится в режиме карабканье и из клайминг нау которая будет показывать что персонаж именно карабкается они просто повис на лестнице и также у нас будет переменная climb x которая означает собственно говоря направление по оси куда персонаж карабкается мы не будем переусложнять задачу и сможем карабкаться только вверх и вниз хотя на самом деле нет ничего сложного в том что позвольте мы еще лазить влево и вправо как это можно сделать с кем там висячими изгородями просто опять таки для данной задачи это не принципиально это элементарно расширяется впоследствии значит что у нас происходит первым делом необходимо идентифицировать тот факт что мы в принципе можем забраться на лестницу поэтому мы добавляем нашу наш ивент input action climb вот таким вот образом добавляется этот input и соответственно что мы делаем создаем бренч в котором мы проверяем принципе карабкается ли персонаж если персонаж уже карабкается то соответственно мы говорим ну все баста закончили больше не карабкаемся если же мы не карабкаемся то нам необходимо проверить пользователь хочет начать сбираться куда-то значит мы двигаемся дальше по скрипту и нам необходимо выполнить line trace line trace от такая довольно специфическая процедурка которая собственно говоря позволяет определить попадает ли какой-то поперечный объект на линию я думаю это заслуживает отдельной небольшой иллюстрации что я собственно говоря и покажу на примере нашей с вами лестнице значит если в двухмерном пространстве с лестницей все как бы очевидно то в 3d на самом деле да у нас есть плоская лестница которая подвешена в пространстве и нам необходимо чтобы наш персонаж допустим обозначим его вот таким вот фариком да он понял что он находится напротив лестницы у лестницы напомним есть коробочка столкновения персонаж выпускает из себя невидимую линию которая направлена перпендикулярно поверхности лестницы потенциальной в случае если линия пересекается с лестницей то проверяется не только с лестницей с любым объектом выполняется проверка а есть ли у этого объекта тег ведер и если это так есть то в таком случае мы переходим в режим карабканье если же этого тега нет то есть мы не находимся на лестнице то в таком случае облом мы не можем никуда карабкаться что мы делаем мы проверяем вектор каким образом собственно простейшая сумма векторов да у нас есть наш персонаж координат которого заданы вектор x y z и мы хотим провести линию между некими x 1 y 1 z 1 вот эта точка значит каким образом узнать координаты этой точки ну я думаю опять таки для тех кто не прогуливал геометрию где-то в шестом классе это очевидно единственная координата которая у нас отличается а напомню в случае с анрелом у нас система координат будет примерно такая это y это x это z дата по иксу координаты не меняется по за эту координаты не меняется меняется y меняется y в минус ну и на путь допустим на 10 единичек мы рассматриваем вариант 10 единичками без проблем можно задавать и 2050 этой принципе релевантно и зависит от того где вы помещаете лестницу в пространстве прикол со всем этим заключается естественно в том что поскольку у нас камера проецирует все ортогонально то где бы на ком расстоянин не находилась она все равно наху визуально находится у нас прямо перед глазами соответственно вот сумма векторов мы узнаем координаты местонахождение игрока get actor location и вычитаем 10 из игрека для старта line trace by channel задаем собственно непосредственно местонахождение игрока а для энда то есть конечной точки трейса местонахождение игрока с минус 10 по игреку трассировка по каналу визибилити и не забываем игнорировать себя при необходимости кстати говоря можно еще и отрисовывать трассировку в нашем случае это не нужно тем более мы бы ничего не видели трассер был бы загорожен спритом игрока дальше эта функция в возвращает два значения out hit эта структура которая содержит все подробную информацию о том собственно ли какое соударение произошло разворачивается она с помощью вот этого вот пункта break hit result он будет доступен только если включен контекст sensitive mode вот по мы получим ровно ту же самую развернутую структурку а второй результат это собственно говоря факт того а был ли мальчик было ли столкновение значит первым делом естественно мы должны проверить return value да то есть было ли столкновение столкновение не был дальше вообще говорить не о чем если же столкновение было то мы его разбиваем находим пункт hit acta и вызываем функцию acta хэстек и здесь прописываем наше ключевое слово лед если это слово встречается тегах актера с которой мы столкнулись блистательно устанавливаем переменную из climbing в плюс в тру второе что мы делаем узнаем координаты актера с которым мы столкнулись поскольку он является лестницей и опять таки это ключевой момент это вот эта часть будет работать только если лестница поблочная если лестница не поблочная делать этого не нужно почему потому что собственно говоря из-за того что лестница поблочная не поблочная мы окажемся сразу мгновенно телепортируем середину лестницы в нашем в нашем же случае мы разбили лестницу на клеточке и поэтому мы перемещаемся кто к середине той клеточки с которой взаимодействовали и соответственно узнаем координаты x и z y не меняем по игреку мы всегда на одной плоскости и устанавливаем новые координаты игрока замечательно второе действие которое нам необходимо сделать это собственно говоря вызвать нашу наше событие input axis move up опять таки она вызывается традиционно через поиск создаем это событие и проверяем карабкой цели игрок если игрок карабкается то мы можем задать значение нашей функции оси climb x поскольку у для события оси собственно говоря ось это его ключевой параметр далее следующее что мы делаем это добавляем кастомное событие процесс climbing как всегда вводим ключевое слово кастом жмем add custom event и вводим необходимый текст в нашем случае она уже создана как всегда что угодно что происходит мы делаем только в том случае если статус climbing активен да то есть мы карабкаемся если мы не карабкаемся то тут ну необходимо собственно говоря сделать буквально пару мелочей в частности что мы делаем мы устанавливаем гравитационную постоянную на 2 то есть мы восстанавливаем гравитацию по умолчанию и на всякий случай снимаем статус из climbing now для того чтобы нашего персонажа не заклинило в анимации карабканье в противном случае гравитацию ставим в ноль чтоб персонаж не начал там падать съезжать хотя мы предпримем в дальнейшем дополнительные меры чтобы гарантировать что этого не произойдет но тут лишняя подстраховка не помешает и дальше с помощью ноды sequence мы дробим наш процесс на три этапа на первом этапе мы проверяем собственно ряд персонаж куда-то ползет или нет если climb бакс равен нулю то мы никуда не ползем если же climb бакс больше или меньше нуля то мы ползем соответственно вверх или вниз set actor location устанавливают координаты местонахождения игрока это вектор который задает наше перемещение и не забываем выполнять ставить галочку sweep которая заставляет движок проверять не столкнулся ли персонаж с каким-то препятствием значит например что если лестница уходит в потолок то персонаж упрется в голове в потолок они будут пытаться сквозь этот потолок пройти узнаем местонахождение текущей игрока тоже разбиваем вектор как всегда напоминаю что break vector находится вот здесь внизу и к оси x и y у нас претензий нет мы их сохраняем а ой z у нас меняется как она меняется к ней к текущему положению мы добавляем произведение из четырех по компонентов первый компонент это наш параметр climb бакс это коэффициент который задаст то в какую сторону мы двигаемся если мы управляемся клавиатурой если у нас допустим работает геймпад то тогда climb бакс будет варьироваться от плюс один до минус один широких пределах и тогда это еще будет на скорость влиять далее следующее что мы делаем это узнаем max walk speed нашего персонажа то есть скорость движения скорость ходьбы которая задана в корректа movement это вот этот компонент и наконец узнаем нашу дельта тайм которую мы в свое время прописывали когда собственно строили персонажи игрока и наконец все это умножаем на 0 5 для того чтобы персонаж не ползал по лестнице также быстро как он ходит все-таки от немного было бы нереалистично и задали новое положение и поставили в true параметр is climbing now это надо будет нашему менеджеру анимаций если же персонаж никуда не ползет а просто висит на лестнице ну соответственно is climbing now у нас false и set act of location мы принудительно фиксируем место нахождения игрока в том месте где он находится просто на всякий случай хотя гравитационный масштаб 0 должен был бы нам гарантировать что он не сдвинется но есть много разных факторов из-за которых он таки может это сделать следующий этап мы повторяем то что мы сделали когда определяли принципе может ли персонаж карабкаться да то есть мы заново делаем line трейс принципе это можно было бы вынести в отдельную функцию даже нужно было бы вынести в отдельную функцию но в нашем случае повторение мать учения узнали координаты игрока вычли из них вектор по игреку минус 10 про трейс или по визибилити и случае если персонаж натыкается на что-то то есть line трейс находит результат этот результат имеет параметр лестницы то все замечательно мы продолжаем ползти если это не лестница то или если мы ни на что не наткнулись то ползки мы перестаем то есть персонаж сваливается с лестницы если лестница заканчивается ну и тогда уже включается авиаконтроль и собственно говоря все здесь мы выводим информационный текст о том какое значение у нас пассив принципе он нам откровенно говоря не нужен можем его убрать это сугубо отладочная информация случае если клаймбакс равен нулю то мы снимаем галочку из кламбинг нау опять-таки это перестраховка которая может пригодиться в каком-то там случае если что-то идет не так вот здесь вероятность того что что-то пойдет не так маленькая но мы страхуемся теории вот эта часть тоже не нужно соответственно вот все действия которые необходимо выполнить для того чтобы персонаж ползал по лестнице дальше необходимо внести изменения в целый ряд наших стандартных функций во-первых handle animation здесь мы проверяем добавляем собственно ряд 2 дополнительных раздела последнее что мы делали это стрельба вот а даже она вероятится нашим карабками то есть если персонаж карабкается но не по мне непосредственно двигается то тогда мы запускаем одну анимацию если же персонаж и карабкается и непосредственно двигается по лестнице то мы запускаем вторую анимацию опять-таки сначала проверяем это потом проверяем это и потом то что мы уже делали устанавливаем флипбук над выбранную нами анимацию дальше в управлении движения input axis муврайт если мы не ползем то это все работы мы просто добавили вот это вот вот эту вот ветвь до которая гарантирует что мы не будем ползать по лестнице влево вправо то же самое с прыжком да то есть ровно то же самое условие если мы не ползаем то мы можем прыгать если мы ползаем то мы не можем прыгать то есть карабкаемся старость радости и наконец event tick мы вызывали апдейт анимаешь он обработку стрельбы таймер неуязвимости и собственно говоря мы добавляем вызов события процесс climbing то есть опять-таки здесь вот просто убиваем процесс climbing и подключаем соответствующие а стрелочки все после этого это событие будет вызываться на каждый тик то есть вот эти все условия проверяются в каждом тике ну и соответственно в принципе не мешало бы добавить эти же условия в стрельбу но зато в теории может быть мы бы если опять-таки к этому подойти аккуратно и чуть-чуть поиграться с параметрами handle movement мы могли стрелять лестнице как нам нужно опять-таки пока что мы этого не делаем нас сейчас устраивает проверка принципиальной функциональности работы лестницы ну и наконец-то последнее что нам нужно сделать это вернуться еще раз в нашу лестницу лады блок и в разделе бокс коллижен мы выбираем параметр кастом здесь object type остается world dynamic ставим игнорировать все и перемещаем галочку игнорировать все и визибилити ставим блок для того чтобы наша лестница отслеживалась при лайн трейсе скомпилировали сохранили опять-таки не показываю как собирать лестницу мы уже собирали персонажа игрока мы уже собирали нашего прыгающего слизняка мы уже чё только не собирали соответственно думаю уже очевидно как добавить коллизионную коробочку и как добавить спрайт с лестницей далее мы располагаем лестницу в пространстве у меня она располагается на расстоянии минус 2 единички от нуля а на нуле расположены собственно все остальное опять-таки как обычно мы просто вытягиваем лестницу на поверхность и прописываем вот эти самые минус два тут следует аккуратно быть с разрывами да то есть вот здесь вот у нас высота 100 6 здесь у нас соответственно должна быть в 100 186 плюс 32 и тогда лестница аккуратно станет сама на себя вверх куда нам нужно сохранились запустились проверяем подходим к лестнице и нажимаем на клавишу е или shift персонаж зафиксировался на лестнице и теперь может по ней ползать если снова нажать е или shift находясь на лестнице мы спрыгнем с нее если доползти до конца лестницы мы упадем соответственно чтобы аккуратно спрыгнуть с лестницы надо отжать е зажав кнопку вправо в таком случае мы используя воздушный контроль спрыгнем на нужную нам половинку платформы ну и несложно догадаться что дополнительные анимации мы тоже добавляем как спрайты это спайт ползание по лестнице и это спрайт зависание на лестнице спрайт зависание на лестнице собственно говоря вот он клайм стат очень легко делается из лайма полка из спрайта ползанья мы берем спрайт ползания то есть он 2 2 кадровый дублируем его вот он наш дубликат правый клик по одной из по любому из кадров и давайте после этого спрайт флейбук зафиксировался и состоит теперь из одного повторяющегося кадра лишнее мы удалим что ж спасибо за внимание и я надеюсь следующем так сказать видео мы сможем такие разобраться с умеренно интеллектуальным чуть более универсальным противником хотя скорее всего перед этим мы все-таки посмотрим на летающие платформы поскольку алгоритмика стоящая за летающими платформами будет использоваться и в том каким образом будут двигаться наши управляемые противники то есть это будет такой универсальный блок кода что ж всем спасибо всем удачи